Всем здравствуйте! Вы на канале Елена Франц. Я здесь собираюсь в магазин, мы решили съездить в магазин и посмотреть компьютер. Так как у нас всего один компьютер и он постоянно занят, а мужу или мной, или мужем, ему нужно работать и мне тоже хочется снимать видео, их монтировать и общаться с вами, поэтому нам срочно нужен новый компьютер. Так что мы сейчас поедем и будем выбирать и смотреть по ценам, потом я вам все расскажу. А почему я в ванной? Потому что я вспомнила, что я вам не показала одну новинку, которую я приобрела в аптеке. Я искала лосьон, очищающий лосьон, чтобы он нитонизировал и очищал, и особенно чтобы это было от черных точек. В летнее время мне это, так как очень жарко, нужно что-то очищающее. Я купила, вот он, этот лосьон, я вам показываю, от La Roche-Posay, Efficlar, от черных точек. Попользовалась им в течение уже двух недель, перед тем, как вам показать. Мне он очень понравился, поэтому у кого проблемы с черными точками, с очищением, я его могу посоветовать. Для сухой кожи я не могу сказать, потому что я, может быть, он будет чуть-чуть подсушивать. Но сейчас в жаркое время мне он нравится. Ну все, а теперь мы собираемся и поедем. А здесь у меня были разборки. Я разбирала одежду, которая мне большая, или которую я не буду носить. Снимать я не стала, потому что я думаю, будет ли это всем интересно, что я буду носить, а что я не буду носить. Если вам интересно, то я могу, в принципе, показать эти вещи. Ну а так, сумку эту придется пока пусть здесь стоит, потом посмотрим, что с ней делать. И также я начала разбирать косметику, какой я больше не буду пользоваться. И тоже нужно будет... Почему не буду пользоваться? Потому что, скорее всего, из-за того, что тон не подходит, или я совершенно не люблю тени с блестками, или вот есть какие-то тональные крема, которые тоже тон совсем не подходит. У меня ее здесь немного, но все-таки есть тоже. Не знаю, что буду делать с этой всей косметикой. Нужно будет кому-то отдать или подарить. Ну все, поехали мы в магазин. Хотела сказать, что у нас сегодня 44 градуса. Муж смеется, говорит, что мы живем в Африке. Теперь живем в Африке. И машина стояла в теньке 44 градуса. Ну и пока едем, хотела ответить ваши вопросики хотя бы на несколько. Значит, был вопрос, ужинаем ли, во сколько ужинаем. Да, обязательно ужинаем. Я уже рассказывала много-много раз. И сейчас, во время жары, ужинаем очень поздно. Можем ужинать и 8 часов, и полдевятого. И вообще, у французов на юге, в Провансе, нет какого-то определенного времени по ужину. Они дожидаются прослады и могут ужинать и в 10 часов. То есть, у них такого совершенно нету, во сколько нужно ужинать. А мы ужинаем тоже достаточно поздно. Но вы видите по мне, что ничего нигде не откладывается. Зависит от того, что ты ужинаешь. Ну и, конечно, во сколько ты ложишься, потом спать. Затем, если перекусы, да, перекусы есть. Когда у меня есть желание перекусить, я уже их вам показывала, эти перекусы. Так что, перекусывайте. Только перекусывайте полезной пищей. Мы остановились заправить машину. И мне еще один вопрос задали. Где познакомились мои свекоры свекров? Во Франции и все такое. Я решила, что я не буду отвечать на этот вопрос. Я просто спрошу у нее, может быть, она захочет ответить сама на ваши вопросы. Так что, как вы думаете, задайте только, конечно, приличные вопросы моей свекрови. Я их выпишу и задам ей ваши вопросики. И будут тогда честные ответы из ее уст. Ну, конечно, я спрошу сначала, захочет ли она ответить. Так что, под этим видео пишите вопросы моей свекрови. Я сижу иною, иною. Я говорю, я не хочу жить в Африке. Я не хочу жить в Африке, я не переезжала в Африку. Ну, 42 градуса, это вообще невозможно. Все бежит по рукам, по ногам, везде. А для меня это вообще... Я люблю, когда тепло. Я не люблю, когда холодно. Ну, когда так, что... Он смеется, сидит. Вот. Я поменажаю в Франции. Мы не в Африке. Это в Провансе, а в Африке? А, вот, говорит, а ты вообще не во Франции, а ты в Провансе. Ну, да. А по какой чудеса? Секурир. А, секурир. Он говорит. Мы севрем в Провансе или... А, Вансе, или... Он мне раньше объяснял, что Прованс был как отдельная страна раньше, как Монако. А вот, я вам уже об этом разгажила. Так что, я в Африке жить не хочу. Я хочу жить в теплой стране, в Провансе, и все нормально. Упс. Народу. Ну, вот, мы пришлись, посмотрим. Сейчас компьютеры. Повыбираем. Нам племянник сказал, какой нужно покупать. Какой мощности. И все нам объяснил. Так что, мы будем смотреть. Я хотела бы вот такой компьютер. Ну, что я вам скажу. Не выбрали мы компьютер. Компьютеры ужас какие дорогие. А все, что подешевле, то не мощные и не стоит их покупать. Так что, будем искать и заказывать, скорее всего, по интернету. А, вместо компьютера Лена купила тарелки. Хотите посмеяться. Вот такие тарелки. Большие, серые. Да, потому что мне нужны были тарелки. Мне представили в инстаграме, что у меня одни красные тарелки. Хотя они мне нравятся. Но, правда, на древо нужно блюдо показывать на каких-то разных тарелках. И когда я уже провожу в инстаграме прямые эфиры, показываю. Кстати, был сегодня прямой эфир. Я готовила, мы готовили вместе курицу и салат. Так что, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я оставлю ссылочку внизу. И всегда есть ссылка в инфобоксе. Всегда есть ссылка на самой шапке канала. И вот сегодня мы готовили со всеми вместе. Я показывала, как готовила курочку, салатик. Все общались мы. И вот прикупила себе и тарелки. Ну а что? Компьютера нет, зато тарелки есть. И также еще зашла в фарма-фармаси и купила себе пэпи-крем от Efeclara Duo+. Который мне очень нравится. Обязательно я вам его покажу. Я разбираю все покупки, которые мы сделали. В основном мы сделали, как всегда, продуктовые покупки, так как ездили. В далекий магазин. Ничего здесь интересного, нового нету. Я просто вам вино купили тоже, которое я покажала в предыдущем блоге. Которое очень классное, но дешевое. Ванку. Также немножко фруктов, овощей. Мои любимые компоты. Я тоже уже пюре, которое показывала из вишни без сахара. Это самые мои любимые. Я их, когда сама не делаю пюре, то перемешиваю соевым йогуртом. Получается просто замечательный десерт. Это холодные супы. Это муж себе взял. Я овощи. Он у меня, кстати, чипсы тоже кушает. Когда захочет. И вот эти его чипсы самые любимые. То есть у него любимый вкус. Чипсы натуральные, но не было натуральные. Он взял с козьим сыром. Вот эти чипсы. Труаде. Самые у него любимые. Так что он не всегда есть правильную пищу. Много соевых йогуртов. Я не заехала в биомагазин, поэтому пришлось покупать вот эту марку. Хотя я люблю покупать в биомагазине. И что я вам хотела рассказать. Я вам хотела рассказать про вот крем, который я купила в Парафармаси. И это Эффеклара Дуа Плюс. Почему я его покупаю? У меня оттенок. Там всего... Не фиксирует камера. Там всего два оттенка. Light и Medium. Я покупаю всегда себе Light. И почему я его покупаю? Потому что он сразу от... Для проблемой кожи. То есть он делает кожу более подсвеченной. Более ровной. Ну это как тональный крем. Бэби крем. Немножечко. И в то же время его можно использовать как простой дневной крем. Поэтому на лето, так как я не хочу наносить никакие тяжелые тональные крема. Но в то же время я хочу немного... Все-таки чтобы кожа не была такая страшная. Как можно сказать, пятнистая. Вот. Так что мой любимый крем. Вот этот. Стоит он 11 чем-то евро. Также мне дали в аптеке каталог красивый доктор Аушка. Я, кстати, эту косметику знаю. Даже покупала ее. Это органическая косметика Люкс. Принравнивается к Люксу. Она дорогая. Теперь ее стали продавать тоже в аптеках. Что я пробовала из этой косметики? Я пробовала из этой косметики лосьон для волос, который мне очень понравился. По-настоящему работает. Есть масло для волос. Тоже прекрасное масло для волос. Очень хорошо работает. Но кто не любит стирать масло, то я советую купить у них лосьон для волос. И он вообще как водичка. Замечательная. И можно нанести. И волосы чистейшие. И по-настоящему волосы становятся лучше, растут лучше. И я у них пробовала также карандашик, чтобы отодвигать кутикулу на ногтях. Тоже замечательная. Так что... И про тарелочки, что я вам хотела рассказать. Повезло мне с тарелками. Вот эти тарелки керамические стоили... Простите. Каждая тарелка стоила 4 с чем-то евро. Но так как скидки, мы увидели, что тарелка стоит 2,45. Я взяла 4 тарелки. Для нас этого хватит. И подхожу на кассу. Она мне отбивает. И каждая тарелка мне выходит 1 евро 19 центов. Так что я рада. Буду теперь на новых тарелках готовить свои блюда. ППшные блюда. Давно уже хотела с вами поделиться, но все время забывала о моей находке. Ну как, это уже не находка, потому что я ее уже использую несколько лет. Но это была находка, когда я полюбила био. Это называется флакон де сужа тосты. То есть это хлопья, соевые хлопья, никакие натуральные, без различных добавлений, без сахара. Посмотрите, в чем они хороши? В том, что в них белка в 100 граммах 40 граммов. Конечно, это для людей, которые переносят сою. И для тех, кто не против сои. Вы знаете, что я не против сои. Как я их использую? Использовать их можно по-разному. Это очень удобно. Вот здесь написано. Использовать их можно для завтраков добавлять ваши каши. Также можно сделать из них различные галеты по-французу. То есть это оладьи в супы, в гратены, в выпечку, в десерты различные. Так как они нейтральные, но очень-очень белковые. Я обожаю вот такие хлопья. Добавлять в холодные супы гаспачо или в простые супы, прямо сразу себе в тарелку. А также люблю добавлять на салаты, на свежие салаты зеленые. Посыпать этими хлопьями или в йогурты, в любые молочные продукты, в коктейли, как угодно. Если вы хотите, чтобы ваша еда была побольше белковая, то я вам очень советую посмотреть, если у вас продается флагон до сажа тосты. Ну все, буду я заканчивать свой блог. Буду готовить на стол, мы будем обедать. И спасибо всем, кто оставался с нами на нашем канале или на Франц. Подписывайтесь, мы вас очень рады выйдет на нашем канале и, конечно, в Инстаграме. И всех до новых встреч! Всем пока-пока! Пока!